Во вторник в областном центре презентовали новую книгу члена Союза писателей России Алексея Федотова. Повесть «Семирамида» рассказывает о трагической судьбе женщины, носящей имя древневосточной царицы. Но жизнь ее далека от дорогих дворцов и солнечного счастья. Это история духовного поиска и борьбы с окружающей действительностью. Художественное повествование основано на реальных фактах из жизни современной семьи, прошедшей через испытания, нищетой и отчаянием. Мы встретились с директором фонда святителя Николая Чудотворца, отцом Михаилом Чепелем. И он передал мне исписанные листки и сказал, что вот здесь такая очень трагическая, сложная судьба женщины. И нужно бы об этом попытаться рассказать. Как произошло само его знакомство с ней, это ведь тоже очень удивительно. Он просто ехал по ростовской трассе на машине и видит, стоит женщина, голосует. И что-то его толкнуло, что нужно остановиться. А вот это была как раз мать героини. Они в этот момент дошли до того, что они умирали от голода. И они жили в садовом домике где-то, почти неотапливаемом. И даже собаки, которые у них были, они уже умерли от истощения. И сами они готовились умирать. Книга написана простым, доступным языком, но трудна для восприятия. Особенно любителям развлекательного чтива. Повесть заставляет задуматься, почувствовать духовное искание героини, примерить их на себя. И, возможно, понять что-то, что больше жизненных неурядиц и материального мира. Понять, что в жизни есть настоящая доброта. Вообще, мне кажется, последнее время у нас, я не знаю, это апокалипсис или нет, но, скорее всего, сейчас люди стали многие честнее и несравнены, чем они были даже 10 лет назад, 5 лет назад. А если 20 лет или на 30 лет возвратиться, то совсем другие. Я не говорю про всех. Просто появились люди, которые уже не умеют лгать. Вот в данном случае, даже тех, кого не задевают такие проблемы, все-таки при чтении, при просматривании этой книги, какие-то остаются в сердце моменты, которые, может быть, через 5-10 лет заставят подумать, заставят вспомнить. Главное, чем уникальна эта книга, всего за год она пересдавалась 4 раза и была переведена на два языка – английский и грузинский. А все потому, что история близка и понятна всем, вне зависимости от национальности. Ведь духовные ценности разных народов едины.